Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, добрый-доброй ночи! Снова с вами я, это Вивьена. Вивьена на канале Вивьена из Атрика и Жизнь. Ой, на канале Ведунья Вивьена. А на канале Вивьена из Атрика и Жизнь вышло видео «Магия воска». Посмотрите, это очень даже интересно. А здесь у нас о вас. Что у вас будет, что в вашем будущем, что вас ожидает, от чего надо опасаться. А на том канале и это всё о нём. Была прогулка, да, вы смотрели. И обязательно сделайте, на том канале было видео, открыть двери изобилия. Это можно сделать в китайский Новый год. Сделайте. Мало просмотров. Неужели вам нравится жить? Три копейки, два щелчка и подали ГПК. Это бывает всего два раза в году, 8 октября и в китайский Новый год. Когда можно заказать себе и в этом банке вселенной, в банке изобилия и получить. То, что это срабатывает, это 200%. Это уже отработано, сколько на мне, на моих знакомых, на моих клиентов, которые у меня были. И у меня было два видео про то, как открыть банк изобилия 8 октября. Ну, хорошо, раз вас устраивает с милым Раев шалаше и не будет ни шише, ну, тогда... И милые-то не аташе, потому что аташе не живут-то в шалаше. Ну, а сейчас мы будем о вас. Вам будет письмо от судьбы, о вашем будущем. Важные события, которые произойдут. И я редко пользуюсь этими картами. Это очень познавательные карты. Тибетское гадание. Карты Мо. Их всего 12 штук. Это как вот книга судьбы, только тут 12 штук. Карты Мо. Вообще они дал на кубиках. Пишутся на кубиках, кубики выбрасываются. И вот что выходит. Должно два кубика выйти и смотреть. Здесь мы будем посмотреть просто на картах. И вам письмо. Я очень благодарна вам за донаты, за комментарии, за подписки. Проверяйте подписки. Опять YouTube начинает чистки. Так у них чистка, чекистская чистка. Опять будет отписывать непонятно как кого. А так отписывать непонятно кого. Колокольчики белые вместо черных. Так что проверяйте свои подписки. Я вас всегда рада. Я вас всегда жду. Подписывайтесь в группу Телеграм. Мы там общаемся. Подписывайтесь в ТикТок. Там короткие видео, но очень интересно быстро. Подписывайтесь, смотрите. Я всегда для вас. И всегда с улыбкой. Поднять вам настроение. Жизнь прекрасна и удивительна. Она очень короткая. Воспользуйтесь ей. А страдания, они ни к чему не приведут. И даже когда вы перешагнете тот мир, вы обратно можете не вернуться. Земля входит в другие измерения. Давайте любить себя. А когда мы любим себя, тогда и мир любит нас. Ну и давайте смотреть. Это пока я отложу. И мы начнем. Вам письмо. Кому надо лично мои контактные данные, вот на ВНТ на экране, в описании, в закрепленном комментарии. Что такое закрепленный комментарий? Первый комментарий, который вы видите, всегда мой. Это и есть закрепленный комментарий. Потом все остальные. Так, что за письмо? Посмотрите, книга действительно письмо. Книга, тайное письмо. Книга, тайное письмо, тайные знания. Тайное письмо, тайные знания. Так, да, письмо вам. Письмо вам, потому что вы для Вселенной, для судьбы, вы такой же маленький ребенок, который только родился. Несмышленыш, который хоть и идет по дороге жизни, но он несмышленыш. Он делает ошибки, наступает на грабли, наступает второй, третий раз. И Вселенная хочет сказать, ты открой книгу жизни, ведь все в книге жизни написано. Сейчас еще книгу жизни мы откроем. Она говорит вам о том, что у кого есть дети, она говорит о том, что у ваших детей будут семьи, будет кольцо. И вам из будущего это посылается. Если вы хотите замуж, то книга говорит, да, у тебя будут ребенок, и у тебя ты будешь окольцована. Но ты так хочешь, то, пожалуйста, так будет. Но у большинства это идет, да. Что вам из книги жизни? Какой-то мужчина идет. Мужчина действительно такой, который, с которым вы будете себя чувствовать, маленькой девочкой. Вот маленькой девочкой радость. Что еще за письмо? Письмо говорит, что этот мужчина, и тебе придется делать выбор, мужчина придет для радости, для счастья. Может быть, он будет на короткий срок, тут говорится. И тебе нужно будет сделать выбор. Получить вот эту радость счастья, пусть на небольшой срок. Или войти в другие двери. Двери скуки, сироты, сирости, черноты и слез. Вот вам что говорит судьба. А здесь она говорит, что да, этот мужчина для какого-то очага, для какой-то радости, где вы будете танцевать, как вот здесь аисты. А мне сейчас напоминает танец фламинго, розовых фламинго. Вот это вам говорит судьба. Не важно, сколько вам лет. Не важно. У кого вот с детьми, то будет говорить, что вот такое будет у ваших детей. То, что о вас, вот вам письмо. Письмо еще о том. Не пригрей, потому что рядом с вами находится мягкая, пушистая, но очень ядовитая змея. Это вам идет. И эта змея может у вас забрать какие-то ваши документы. Или что-то на что-то она посягает. Это может быть и на работе, и в семье. Потому что тут такая змеюка еще и змеюк. Да. И вот вы. Кто, кому нужно. Вот видите, вот вам идет по судьбе письмо от судьбы из будущего. У того будет обязательно мужчина. И вам нужно будет сделать выбор. Но здесь у вас стоит еще змея, которую нужно будет убрать. Иначе она будет вам мешать, потому что она очень завистливая. Что еще говорится в этом письме? Давайте посмотрим. Что еще говорится в этом письме? В этом письме говорится о том. Вот видите, про змеюку я сказала. Что не посмейте быть марионеткой, иначе вас сделают марионеткой. Есть когда вас сделают марионеткой. Это вот которая вторая дверь. Там другой мужчина. Или который у вас сейчас есть. И вам по судьбе говорят, сделают марионеткой. Он сам уйдет, а вы останетесь ни с чем. Вас накроют волной. И просто утонете. Волна накрывает вас. Потому что если вы выберете вот эту серую дверь. Что в этом письме еще говорится? В письме говорится о том, что пробиваться нужно самостоятельно, самой. Чтобы не сделали вас вот этим вот, марионеткой, куклой на веревочках, вот этим мечом нужно веревочки отрубить. А вот эти вот нарциссы, нарциссы вытащить, разорвать и выкинуть. Прямо с тридцать шестого этажа. Что говорит вам это письмо из будущего? Она говорит о том, что вот действительно, если вы отойдете от этих людей, вот эта змеюка и вот этот плохой мужчина. Потому что здесь у вас два выбора. Это может быть что угодно. Это могут быть отношения и рабочие, и не обязательно любовь. Но здесь идет все-таки больше у кого любовь. Любовь. Да, здесь будет человек, который притворяется. Это абьюз. Абьюз или манипулятор, который около себя бабенок, рядом бабочек этих всех держит. Вот от него нужно бежать. Иначе вы будете в его руках не только марионеткой. Вы просто будете кукла из театра Образцова. Как хочу, так и верчу. И это вас предупреждает. Предупреждает письмо судьбы. А у вас идет, идет такое занец фламинго. Поэтому не ошибитесь. Мы всегда выбираем, чаще всего, и я такая же, выбираем не тех. Выбираем смазлилых, выбираем тех, которые шепчут нам какие-то красивые слова. А те настоящие, когда влюбляются, знаете это, мужчины, они, они ставятся дурачками. Они не знают, что произнести. Вот они любят. А те, которые и сразу бабац, и ты уже в горизонтальном положении. И как все произошло, сама не понимаешь. Вот тут вот, да. И еще, что нам в этом письме говорится. Знаете, уже третий туз, наверное, да, или второй. Туз-чаш. Нет, два туза вот уже. Два туза, что говорится. Если ты будешь идти своей интуицией, вот вам тут уже, и это будут твои события, туз-чаш, то вот это твое сердце любви, оно даст тебе движение вперед. И вот он, твой ястреб, он будет рядом с тобой всегда. И что говорится, что вы должны с кем-то объединяться, или стать лидером, или стать человеком, который будет в социуме. Может быть, вы будете блогером и будете доносить что-то до людей. Кто-то будет помогать, кто-то будет, может быть, и гадать, кто-то психологом. Кто-то будет печь, печь пирожки и давать это людям, когда что-то случится, и он будет отдавать это всё. Вот здесь идёт такое. И нужно объединяться, и вы будете одним из лидеров. Почему, не знаю. Ещё вам говорится о том, что кто-то из прошлого будет за вами наблюдать. Будет наблюдать и кусать не только локти, но и свои ногти, потому что он упустит вас. Что ещё у нас? Из письма судьбы идёт такое. Не унывайте, не вспоминайте об этом прошлом. Пусть он кусает локти, а вы разорвите все свои цепи и идите вперёд, потому что вы светоч, вы огонь, вы воин света. На вашей стороне это письмо действительно от высших сил от судьбы. Карта Иерафант. Другую не буду внимать даже. Карта Иерафант. Даже закашлялась. Карта Иерафант. Она говорит, что боги на вашей стороне. У кого-то действительно будет союз. И вам нужно будет просто сделать выбор. И боги вам помогут. А в чём они помогут, чтобы вы выбрали? Боги вам помогут, чтобы вы перешли трансформацию и правильно приняли решение. Чтобы все те ошибки, которые вы натворили раньше, чтобы вы их проработали. И уже не просто так напропалую маленькая пушистая девочка, которую можно облапошить, а уже хитрая, пушистая и самая красивая лиса, у которой такой необыкновенный хвост, которым можно заметать следы. И такая необыкновенная шкурка для шубки. Это я вам просто говорю, какой красоты. Вот для чего вам будут боги благоволить. Чтобы вы поменялись. Не были просто простодырой опять такой. А чтобы вы перетрансформировались и на своих ошибках научились. Всё, что нам даёт жизнь, судьбы как таковой нет. Это так и расклад называется. Мы судьбу строим сами. И в хрониках Акаши, это всё информационное поле Земли, есть каждая-каждый шаг, каждая-каждая тропинка. Вот по этой пойдём, так вот так получится. Вот по этой пойдём, вот так получится. Поэтому я вам сейчас вот рассказываю, и уже тут уже две-три дороги образовалось, а выбор за вами. И вам именно боги будут благоволить и за вас стоять, когда вы перетрансформируетесь. Не будете жить догмами дебила, дебилизма, и станете мудрее и хитрее. Хитрость – это неплохо, когда она при мудрости. Все же были в наших сказках премудрые. И меня в детстве звали Елена Премудрая. А я остановилась на стул и говорила. Мне говорили, ой, Елена писаная. У меня были белые волосы, такие кудряшки. Я остановилась на стульчик, это я помню. Я не знаю, сколько мне было лет, два-три года. И говорила, а я Елена писаная. Вот чтобы вы не говорили, Елена писаная, да, не понимала бы смысл и или и. А чтобы вы были действительно писаные красавицы. Мудрые, но и мудрейшие. Ну, а теперь мы посмотрим по этим картам, по этим основным. Потому что там нужно будет прочитать. Раскладываем эти карты. Я не знаю, тут какие и какие. Вот как прям по интуиции вытащится, так и вытащится. Так, вот, ой, не видно вам. Так и вытащится. Вот эту. И вот эту. Так, вот эту и вот эту. Вот эту вытащила. Вот она. Тхи. И вот эту вытащила. Ца. Вот, всего 12. Видите, вот открыл я. Тхи. Ца. И давайте посмотрим, что нам предвещает Тхица. Оно может быть Ца-Тхи, может Тхица. Мы сейчас найдем. Потому что здесь очень большая такая книжечка. И запомнить все невозможно. Тут очень большие предсказания. Но это четко по судьбе. Тхи-па. Тхи-на. Тхица. Нашла. Тхица. Белая раковина. Вот это сочетание в тибетском гадании называется Белая раковина. Вот все, что я вам говорила, вот точно то же самое и здесь написано. Это новый поворот судьбы. Внесет в вашу жизнь много чудесного и неожиданного. Доверяйте своим желаниям и мечтам. Какие задачи нужно будет решить? Накапливайте знания. Получайте знания, способные помочь вас в длительном, в дальнейшем и в длительной дороге. Семья. Семья и отношения. Старайтесь включать в решение своих планов и задач своих членов семьи. И своих мужей, и своих братьев, и своих сестер, и маму, и папу. Всех и детей по имуществу решайте насущные проблемы, но возвращайтесь к вопросам будущего. То есть вот то, что сегодня у вас есть, вы их решаете. Но, допустим, накапливайте деньги для будущего, чтобы купить что-то в дом, мебель, там еще что-то. В личной жизни умейте держать себя в руках. Не конфликтуйте. Обуздайте свои эмоции с помощью разума. Друзья, в ближайшем будущем вам не удастся много времени посвятить общению с друзьями. Вы будете общаться со своей семьей и сами с собой. О врагах. Вашим окружением в настоящее время таких вот сильных врагов нету. Или они просто затаились. Отдых. Ожидайте появления гостей. Приятных новостей. По здоровью. Не теряйте бодрости и оптимизма. Побольше витаминов. Кому-то надо на диете. И самосовершенствование, духовность. Не ищите никаких идеалов на стороне. Не возносите никакие картинки о том, что это есть идеалы. Ваша задача – раскрыть то лучшее, что есть у вас самих. Видите, даже знак дал. То есть, какие вы есть, перетрансформация. Конкретное дело. Всё исполнится согласно ваших пожеланий. Вот это вам зов судьбы. Это вам письмо из будущего. Запомните, поделитесь этим видео с друзьями, потому что это пророчество. И вы потом увидите, что это всё сбылось. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, пожалуйста. И пишите. Принимаю за благодарностью под видео. Что вы принимаете. Вот я вам сейчас говорю. Писать именно так я вам говорю. Пишите именно эту фразу, что вы принимаете вот это послание Вселенной с благодарностью. Вот про ваше будущее. Пока-пока. С вами была Вивьена. Делайте перепосты. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok